Народ, всем привет, всем хорошего настроения, приятного просмотра и сегодня речь пойдет про вот этот замечательный чаш 10 уровня про СТРВК. Это самый ДПМный танк на 10 уровне. Если кто-то из вас скажет, Вась, а почему ты забыл упомянуть ВЗ-113, ведь он самый ДПМный чаш. Так вот, ребят, я вам могу сказать смело и откровенно, что нет, СТРВ на нужном оборудовании является круче по ДПМу, нежели чем ВЗ-113. Поэтому для того, чтобы я вам это доказал, сейчас я вам приведу пример. ДПМ у этого малыша составляет, ребята, 3464, если я не ошибаюсь, у ВЗ-113, 3440, около того. Ну, незначительно, но тем не менее, все равно СТРВ лучше по ДПМу. Вот другой вопрос, ребят, как реализовать это ДПМ и вот это как раз таки сделать, как мне кажется, на ВАЗе, конечно же, проще. Но сегодня у нас, ребят, коллекционка 10 уровня, который я очень сильно хочу на свой основной аккаунт. Давайте быстренько по техническим характеристикам танка и потом посмотрим, что же будет, ребят, случаться у вас в боях, если та техника, на которой вы катаете, не совсем правильно используется и не используется по назначению. Итак, ребят, что по танку? Я выбрал снаряжение вот такое, потому что это как бы не совсем тяжелый танк, в моем понимании. Это больше, наверное, СТХ с какой-то иногда появляющейся броней в башне, если хотите так. Поэтому я ставлю вот улучшенный форсаж вместо двух ремок. Но по амуниции все стандартно для того, чтобы вам показать его потенциал именно по орудию. Итак, что у этого гражданина по ХП? 2438 броня в башне действительно есть. 252 мм. В бортах башне 96, в корме 50. В корпусе, ребят, брони нет вообще. 100 мм в корпусе. В ЛДХ может быть что-то иногда будет танковать. 80 в бортах и 50 в корме. Итак, урон в минуту. То самое, почему хотят этот танк все статисты этой замечательной игры. 3464. Время перезарядки, ребята, 6 секунд. Ну, 6,1 скорее всего будет. Пробитие. Вот по пробитию проблемы, ребят. 259 на ББшках, на подкалиберах 310. Почему я у вас спросил на превью к этому видео, ребят, тяжелый ли это танк? Да потому что пробитие, посмотрите какое, на подкалиберах 310. Не на кумулях, а на подкалиберах. Это пробитие СТ 10 уровня. Средний урон 350, на подкалиберах урон 300, на фугасах 440. Да, обалденная точность, я вообще ничего не могу сказать. Еще один, ребят, факт, почему это не ТТ. Время сведения 2,7 секунды. Разброс 0,317. У ВН 9. Но докрутили бы до десяточки хотя бы. Максимальная скорость 47 км в час. Тяговооруженность 20. Это на самом деле очень круто для как бы ТТ. Дальше. Скорость поворота башни 38, практически 39 градусов в секунду. И, ну, корпус 41 градус в секунду. Ребят, ну давайте отдадим должное. Танк очень круто выглядит. И это какой-то как будто бы Центурион на десятом уровне. Но вот внешне, если вы вот кинете взгляд, не знаю, что это тяж. Я уверен, что половина из вас с уверенностью скажет, что это средний танк. Но нет, ребят, это тяж. Выглядит здорово, выглядит отлично. Камуфляж действительно крутой. Поработали на славу. Но стоит этот камуфляж, по-моему, от 5-6 тысяч золота. Ребят, мы здесь все собрались не для того, чтобы рассматривать суперкрутой камуфляж. А, конечно же, для того, чтобы показать бой. И вы, наверное, спросите, а почему ты заикнулся, сказав, что очень важно знать, что требуется от твоего типа техники. Ребят, сейчас вы все прекрасно поймете. Народ, я просто не мог не показать вам этот бой, потому что после того случая, как я на Маусе нанес 9000 урона и вышел на ничью, это, наверное, самый обидный бой. Ребят, обратите внимание на сетапы. То есть, что мы видим в команде противников? 50Б, Чифтан. Это достаточно два резвых, подвижных, тяжелых танка, которые 100%, ну, по логике вещей, должны оказаться сверху. Дальше мы видим ВЗ-121, ВЗ-120. Еще две СТ, которые тоже вроде как должны оказаться сверху. Ну и БАТ, соответственно, может быть тут где-то гору светить. То есть, почему КПЗ-70 поехал в одного вниз, непонятно. Сетап говорит, едь на точку С, отстреливая просто верхотуру. Все, нет никаких проблем. Потом мы занимаем вот это вот пространство, и потом уже, если команда противника не совсем смышленная, возможно, точку Б даже не будут брать. И нам отсюда как бы можно будет каточку-то заточить, просто притягивая на себя внимание. Но нет, этого, ребят, не случилось. ВЗ-120, это девятка, которая по большому счету должна пробиваться вообще моим танком, ну, без проблем. Но, ребят, напомню, 310 пробитий на Галде, это катастрофа как мало. Поправьте меня, если я ошибаюсь, ребят, 310 это пробитие СТ. Но есть обалденная стабилизация, есть обалденная точность. То есть ты можешь просто вкатить на СТ и разобрать ее в ноль, потому что иногда что-то будешь танковать. Но бат девятого уровня засандаливает две тачки в мой танк. Я здесь, возможно, немножечко переагрессировал, и вот эту вот тычку получаю, конечно же, зря. Но осознаю, что нужно ставить на каток, и, может быть, хоть кто-то мне поможет. Здесь, кстати говоря, ребят, у меня не совсем плюс 100-500 к ДПМу, я чуть-чуть по ДПМу там около сотки, наверное, потерял, потому что в этой каточке решил поставить на ХП. Правильно, неправильно? Я думаю, что нет. Мне кажется, что нужно делать ставку именно на ДПМ танка, потому что, ну, ХП, как бы он и так не славится большим количеством ХП. В ДПМе выиграть неплохо. Смотрите, точку А взяли противники, точку С взяли мы. К сожалению, перевес по очкам превосходства на стороне противников. Что в этот момент делают СТПТ, непонятно. Зачем они пытаются перестреливаться с численным превосходством противника? Я не знаю. Что нам нужно делать, ребят? Да, нужно сейвиться и аккуратненько настреливать от УВН и не подставляться. Все, зачем Е4 ты отклячиваешься назад? Да отъедь просто за какое-то препятствие. Ну, вкатывать в тупую, вот прям лоб в лоб на барабан, ну, не совсем хочется. Поэтому я делаю попытку объехать. И посмотрите, насколько точный танк. Ребят, я... Это мечта моя. Этот танк, это просто моя мечта. На нем очень интересно играть. На нем играть сложно, но интересно. Это вам не какой-то там, например... Ну, даже если взять, например, из последнего, концепт 1Б, да, из такого интересненького и сложного. Но все равно эта штука, она чувствует немножечко себя иначе. За счет ДПМ. У того танка, почему мне не нравится концепт? Ребят, ну, нету ДПМа там. То есть там плюс-минус та же история по Альфе. Здесь, правда, 350, там 380. И все равно тебе нужно реализовать вот эту вот нехватку вот этой вот Альфы. Здесь это, пожалуйста, держи. Но, к сожалению, за счет пробития. Вот. Посмотрите, какая крутая анимация у танка. 5-5. Обратите внимание, точку Б. За то время, пока мы сражались с этими гражданинами, ребята, Бабаха, по всей видимости, взяла точку Б. Либо же, я не знаю, либо же, может быть, Хури взяла точку Б. И именно это зарешало в этой картке, ребята. Вы не представляете, как обидно здесь проигрывать. Просто самый прикол в том, что, да вроде бы, не особо-то много ошибок-то было с моей стороны. Да, я там неоднократно подставлялся, я это осознаю, ребят. Здесь, естественно, добираю фраг для того, чтобы хоть бы как-то вот этот вот момент оттянуть со взятием точки. Голды хватает для того, чтобы пробивать Хури прямо в рубку. Обратите внимание, у меня остается 769 хп. То есть, даже получив бы я сейчас стычку от Хури, ну, с тем учетом, что у меня уже дозарядился снаряд, я бы его забрал бы. Но нет, ребята. Потому что что? Да, потому что тысяча очков превосходства. В итоге мы настреливаем 6,5 тысяч урона и проигрываем, но зато берем медаль мастера. 6700 даже. А вы хотите у меня спросить, а что же сделала команда союзников, ребят? Да ничего команда союзников не сделала. Вот тот самый КПЗ-70, который дал 0. Вот Type-61, Центурион Синдроп-1, который просто встречал 50Бшку. И, если я не ошибаюсь, Чифа. Просто, они просто отлетели в 0. Почему я, ребят, сконцентрировал свое внимание на том, что вам нужно катать технику и точно понимать, что требуется от нее? Да потому что я считаю, что именно упущение средних и легких танков в этой катке, к сожалению, подарило нам поражение. Потому что, ну, хоть каким-то образом, ну, нужно было бы захватить эту точку. Как вы считаете? Или, может быть, должны они были как-то объехать. Но, ну, точно не воевать с тяжелыми танками в лоб в лоб. Поэтому, ребят, имеем 6755 на стрелы, 1689 чистого опыта и слив. Обратите внимание на команду противника, которая сделала хоть что-то. Ребят, у них четверо дали больше 2000 урона. У нас команда, состоящая тоже из 7 человек, но 5 из них не делают и 2000. А кто-то вообще с нулем. Народ, у меня на этом все. Обязательно напишите свое мнение по поводу СТРВК. Я считаю, что это очень крутой танк на 10 уровне. невероятно сложный, но очень крутой. У него есть действительно потенциал, который необходим для того, чтобы именно тащить каточки. Ребят, всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставили лайк, ну и, конечно же, подписались на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...